35 лет назад последнее подразделение советских войск вернулось на родину из Афганистана. За 10 лет через горнил афганской войны прошли свыше 600 тысяч военных и гражданских специалистов. Те события, говорил на открытии круглого стола в доме Рио Сергей Нарышкин, оставили глубокий след в национальной памяти. Многим из нас памятна легендарная фраза командующего 40-й армии Бориса Авселыча Громова, который сказал, что за моей спиной нет уже ни одного советского солдата. В памяти сразу всплывают яркие кадры. Мост через Амударью, по которому движется ровная колонна бронетехники, а на броне под стандартами, знаменами советские бойцы. Ввод советских войск в Афганистан начался в декабре 1979 года. Изначально перед военнослужащими ставились задачи по охране важных инфраструктурных объектов, укреплению государственной границы и подготовке специалистов для армии Афганистана. Однако вскоре советский контингент начал полномасштабно участвовать в боевых действиях против моджахедов. Каждый здравомыслящий человек на тот момент понимал, что вводить войска в Афганистан было нельзя, а не вводить было невозможно. И нас сегодня в феврале они поставили в такое же положение, понимая, что война начатая по уничтожению России в 2014 году и в 2022 мы приняли решение ее защитить. И сегодня, находясь на линии соприкосновения, я вам честно скажу, там нет батальона и роты, в котором нет бывшего афганца. При этом за 10 лет Советский Союз создал в Афганистане инфраструктуру, которой пользуются до сих пор. Благодаря поддержке Москвы здесь появились полторы сотни крупных объектов. Тысячи километров горных дорог, тоннель Саланг, связавший северную и центральную части страны, плотины, нефтебазы, заводы, поликлиники и школы. А созданная советскими специалистами системы орошения помогла победить голод. В то же время 20-летнее пребывание западного контингента на афганской земле запомнилось прежде всего безудержной коррупции оккупационных властей и многочисленными военными преступлениями. Международная общественность не раз обращала внимание на неизбирательные ракетные удары натовских частей, в результате которых гибли мирные жители и на бесчеловечные пытки, которыми славилась американская тюрьма на авиабазе Баграм. При этом Сергей Нарышкин опроверг мнение, согласно которому советские войска покинули Афганистан из-за того, что Москва проиграла в этом конфликте. Решение о выводе военного контингента принималось в логике так называемых односторонних уступок, но на Западе их восприняли не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР. Нетрудно сравнить эту картину с позорным бегством американцев в августе 2021 года, попросту бросивших в Кабуле тяжелое вооружение и оставивших на произвол судьбы несколько тысяч доверившихся им мирных жителей, да и своих союзников по НАТО. Период 20-летнего американского пребывания в Афганистане закончился, как мы знаем, бесславно. Эти картины, бегство до сих пор стоят у нас перед глазами. Однако, уйдя из Афганистана, физически американцы не оставляют, как мы хорошо понимаем, попыток деструктивно влиять на развитие ситуации в Афганистане и шире в Евразии. Там же в Доме Российского исторического общества Сергей Нарышкин осмотрел выставку из фондов Государственного музея Востока и частных коллекций с изображением афганских плакатов и листовок 80-х годов. Служба информации фонда История Отечества.